Тулси Габбард, бывшая член Конгресса от Гавайи, кандидат в президенты 2020, присоединяется к нам со своей оценкой. Конгрессмен, большое спасибо, что пришли. Глядя на все, с чем сталкивается страна, как внутри, так и вне, почему СМИ и партия сговорились в объяснении, что именно это самое важное сейчас? Потому что говорители вы о главных СМИ, о Лис Чейне, Адаме Кинсингере и даже Конгрессе, они не беспокоятся о реальных угрозах нашим свободам и демократии внутри страны. Вместо этого они фокусируются на этом. Они не хотят иметь дело с реальными проблемами, от которых каждый день страдают американцы по всей стране. Растущая инфляция, растущие цены на бензин, рост преступности, открытые границы. Список действительно важных внутренних проблем перед нами можно продолжать. И если честно, они уходят от ответственности. Важнейшим для Конгресса вопросе из данных Конгрессу Конституции прав, праве объявлять или нет войну. Знаете, вы говорили об этом, Такер. Как мы только что видели, как Конгресс торопливо принял закон о дополнительных тратах, 40 миллиардов долларов на эту войну в Украине. У нас не только холодная война с Россией, а уже настоящая война с Россией, с Украиной как прокси. И не было никаких серьезных дебатов о том, какие на самом деле у этого закона будут последствия, и вообще должны или нет мы воевать с Россией или любой другой страной. И так это показывает их приоритеты. Каждый член Конгресса приносил присягу и поклялся соблюдать и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Что ж, Конституция дает нам особые права и свободы, закрепленные в этой Конституции. Прямо сейчас у нас администрация Байдена, министерство юстиции, главные СМИ, БигТЭК и все вместе пытаются подорвать наши права и гражданские свободы. Я не вижу, чтобы Конгресс предпринимал действия, чтобы решить эту проблему. На самом деле они не хотят сдержать свою клятву, свою присягу. Вот на чем они должны действительно сейчас сфокусироваться. Я думаю, самый возмутительный момент, если вернуться на полтора года назад, это момент, когда Линдси Грэм повернулся к полиции Капитолия и сказал, «У вас есть оружие, используйте его». И они застрелили насмерть военного ветерана ростом где-то пять футов. И я думаю, что самое важное, что никому и дела нет. В смысле, полиция лишает жизни. Часто оправданно, мы защищали их на этом шоу. Но не расследовать и не объяснять это предполагает, что забранная жизнь ничего не стоила. Такой они дают посыл. Жизнь этой женщины ничего не значила. Это было «мы ее просто убили и выбросили». В смысле, как члены Конгресса могут это позволять? Члены Конгресса не... Еще раз, они не выразили четко свои приоритеты. Насколько это все было политизировано. Сделано сенсацией с очень четкими целями, у которых нет ничего общего с соблюдением Конституции или интересов страны и американского народа. И я считаю, что то, как эти слушания были срежиссированы не в кавычках, а на самом деле срежиссированы кем-то из ABC News для того, чтобы получить результат, цель, еще раз, не связанную с тем, что лучше для народа, что лучше для Конституции. Они пытаются достичь своих политических целей. И грустно от того, что они злоупотребляют своей властью для этого. Это похоже на пропагандистские шоу в тоталитарных странах, над которыми мы смеялись. В детстве, помните? У нас такие резонирующие живые медиа, люди что-то обсуждают. И мы смотрели на эти тоталитарные страны и говорили, они включают свой телевизор и получают эту срежиссированную ложь. Насколько это шокирует. Это не по-американски. И это безумно и грустно, и злит. Все это одновременно. Не такой наши основатели видели Америку. И эти люди, которые служат в Народном доме, члены Конгресса, буквально каждый день идут на работу в Народный дом. И похоже, столь многие из них забыли, что на него они и работают. Это такая привилегия иметь эту ответственность. Я благодарна, что имела ее. И смотреть, как они идут каждый день и злоупотребляют этой привилегией, этой ответственностью. И вообще не сфокусировано на том, что в интересах народа это должно беспокоить каждого американца по всей стране. И для этого у нас есть выборы. У нас есть возможность уволить тех, кто не ставит американский народ на первое место. Я каждый раз об этом думаю, когда мы общаемся. Вы наиболее уравновешенная и адекватная. И даже убивали людей. И вы называете их радикалами в Конгрессе. Это говорит вам все о них. Мы благодарны за ваше время. Толси Габбард, спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин